Также все, что есть наилепше в целом вашем чале, сбирается, 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 и пусть не тратишься. Вот тут вы видите старожительный образок, на котором показан целый этот процесс, яко венш. Вот вы видите, венш выходит с кобеты, а венш на всходе, то есть щила, то есть энергия. То есть не так, как у вас в христианской традиции, венш, то есть конечный дьабл, шатан, или еще что-то такое, на всходе венш, то есть сила. И очень часто в снах вы тоже видите венша, он так на правду символизует только силу, эту энергию. И эта энергия, если она не была у вас затримована, захамована, втягнута, трансформована, она тратишься. Так жить обычный человек. Незалежно от того, что вы уже не плануете родить дети, что вы уже не плануете продолжать готовность, и уж вам там по пятьдесятки, вы все одно функционируете, как биоробот reproduкционный. И на лепше энергии, на лепше ощущения, на лепше мышление, на лепше часточки вашей души, увага, еще раз, на лепше учуча, на лепше часточки вашей души, на лепше энергии, на лепше часточки вашего здоровья, каждый день вкладываете там в наренды пулучовые, и если не ужили на заплоднение, пусть не тратите. Вот те два образка, они есть bardzo подобные, и в засаде означаем то самое. И тут выходит энергия, и тут выходит энергия. Не без причины, ваше не появился образ бабы ядь, то есть кобеты, которые лечи на мёдле, ну и в часах старожитных, не могли там заразуметь, что то докладно означать, что воображали же кобеты, лечи на мёдле. Правда, не на мёдле, а деньки-то энергии, вы również можете и левитовать, ежели её опануете, её научитесь в який способ керувать, трансформовать и лятать, и так далее.